27 мая ежегодно отмечается Общероссийский день библиотек, праздник книги, просвещения и настоящих профессионалов своего дела. Бывших библиотекарей не бывает. Это не просто работа, это жизненное призвание. И сегодня у нас в гостях ветеран библиотечного дела Костина Раиса Фёдоровна. Раиса Фёдоровна, где и когда Вы родились? Родилась я в деревне Нижняя Паренка Холмогорского района в послевоенное время, 1947 год. Раиса Фёдоровна, а где Вы учились? Я закончила в Успенежскую среднюю школу 8 классов, из-за чего отправила документы в Цегломинское ГТУ, где я проучилась 9 месяцев и при выпуске уже год отработала на самом комбинате. А прочитав объявления в учебе в моем царском лесотехникуме, я туда сдала отзывы и 4 года я отучилась в лесотехникуме. Закончила я его в 1970 году, после чего меня оставили освобожденным секретарем комсомольской организации в техникуме, где я и проработала. В 1974 году меня пригласили на работу в 15-й ГБТУ библиотекарем. И вот там я отработала уже 11 лет. А в 1985 году я уже ушла на другую работу. А когда еще работала в техникуме, в ГБТУ, я поступила на заочное отделение культурно-посвятительное училище города Архангельска и получила диплом в библиотекаре. А где Вы еще, Раиса Федоровна, работали библиотекарем? Затем я работала в строительном монтажном тресте номер 3, что находится на сульфате. И затем в детском доме, в Соломарском детском доме. Хорошо. Библиотекарем тоже, да? Библиотекарем тоже. Раиса Федоровна, Вы когда вышли на пенсию, скучали по своей работе? Конечно, я по-моему скучала. Потому что на работу ходила в 9 часов, а тот встает в 9, и уже не знаешь, куда и бежать, и что делать. А в училище была работа очень насыщенная. А еще я открыла библиотеку фериала в общежитии учащихся, где чтобы у них был какой-то досуг, чтобы они могли что-то дополнительно читать. И вот поэтому вечером находилась там в общежитии. Поскольку я была еще председателем общества знаний, поэтому навела я связь с райкома партии, где имели свои лектора Архангельска и приезжали лектора из Москвы. И поэтому они мне помогали, я приглашала их к себе в училище для детей. Здорово. Так, я была в составе Солбайского совета ветеранов, где меня назначили председателем комиссии по культурно-массовой работе. Но уж поскольку назначили, надо думать было, как продолжить работу дальше. Ну, чтобы прежде всего думала, наверное, что-то о хоре я подумала прежде всего. И для этого решила провести я смот художественной самодеятельности по первичным ветеранским организациям. Это как обычно в школе проводят смот по классам. Вот так же, вот так я решила тут я. Ну, и вот в первичных организаторах там придумали свои программы, и мы сделали общий просмотр здесь, в Соломбальской библиотеке. А после этого просмотра там ясно было видно, у кого какие таланты, и я поняла, что мы можем сплотить их и организовать хор ветеранов. На протяжении многих лет Раиса Федоровна являлась руководителем хора ветеранской организации Соломбальского округа «Соломбальские сударушки». Раиса Федоровна – талантливый руководитель. Она смогла создать коллектив и сплотить ветеранов. Репертуар хора всегда был разнообразный. Песни лирические, народные, патриотические – всегда они подбирались в зависимости от темы предстоящих мероприятий. Хор выступал на мероприятиях, проводимых библиотекой имени Бориса Викторовича Шергина, в других библиотеках города, советом ветеранов Соломбальского территориального округа, в реабилитационном центре «Родник», в Соломбальском доме детского творчества, в школах Соломбальского округа, а также в драмтеатре и в торговом центре «Соломбаламол». Поэт Ольга Николаевна Завьялова часто выступала на концертах совместно с Соломбальскими сударушками и написала стихотворение, которое посвятило этому хору. Соломбальские сударушки поют, зрителей приветливо встречая. Людям жить спокойно песни не дают, новые свидания назначают. Соломбальские сударушки поют, словно чистой делятся водицей. Для людей с любовью праздник создают, дарят всем души своей частицы. Как настоящий библиотекарь Раиса Фёдоровна обладает хорошим творческим потенциалом, и сейчас она создала вторую вокальную группу, которая называется «Сполохи». Раиса Фёдоровна, что бы Вы хотели пожелать своим коллегам? Тоже хотелось пожелать сил, здоровья, добра, благополучия, чтобы всё-таки не как-то больше обращали внимание на работу библиотекарей, потому что без них и в сегодняшний день нельзя. И детям, для детей она нужна, и для взрослых, и совсем пожилых людей, которые, я вижу, что очень любят сюда ходить. Ну, и поскольку в преддверии праздника Общероссийского Дня Библиотекаря, вот, хочу сказать о том, что успехов и в своей творческой работе. И по нашей Соломбарской библиотеке я вижу, что работа проводится очень большая, трудоёмкая, и с детьми, и со взрослыми, поэтому всё, и самое лучшее в жизни и здоровье прежде всего. Спасибо, Раиса Федоровна.